Зима Зима – это прекрасное время года. В эту чудесную пору природа как бы замирая в длительном сне. В начале зимы все кажется очень мрачным, когда на улицах еще нет снега, природа поражает своей серостью. Проходят дни, и вот с неба начинает сыпать первый снежок. Улицы как будто снова оживают. С приходом первого снега серость уходит с улиц, и на землю опускается необъятное белое покрывало. Она укутывает промерзшую почву, кусты, деревья и дома. Снег – это удивительное явление. Ему радуются и взрослые, и дети. А как весело он хрустит под ногами. Идешь по улице и слышишь – хруст, хруст. Кажется, что снежок что-то хочет тебе рассказать. Вот какая прекрасная пора – зима. Маймаксанская библиотека номер 6 имени Георгия Алексеевича Скребицкого предлагает послушать рассказ Владимира Копнинского «Верное средство». Однажды медвежонок вышел из своего домика и очень удивился. Все вокруг белым-бело. «Ой, как интересно!» – сказал он и зашагал по пушистому снегу. Медвежонок никогда не видел зимы. Ведь все медведи зимой спят в своих берлогах. Только вот он почему-то никак не может заснуть. Медвежонок шел по лесу и смотрел по сторонам, как вдруг перед самым его носом взметнулся снежный фонтан, и из-под снега вылетела куропатка. Куропатка села на сук дерева и строго спросила медвежонка. «Ты почему не спишь? Медведи зимой должны спать, а то не вырастешь». «Заснуть никак не могу», – пожаловался медвежонок. «Только вот все зеваю». И так заразительно зевнул, что куропатка тоже, глядя на него, зевнула. В это время из-за дерева вышел толстый барсучонок, который слышал разговор куропатки и медвежонка и стал хвастаться. «А вот я. Смотрите». Барсучонок привалился к дереву и сразу уснул. Даже засопел во сне. «Вот здорово!» – удивился медвежонок. А барсучонок немного поспал, проснулся и ушел с гордым видом. «Не люблю хвастунов», – сказала куропатка. «Скажи, медвежонок, до каких ты умеешь считать?» «До ста», – похвалился медвежонок. «Когда ляжешь спать, считай до ста и уснешь», – посоветовала куропатка. «Правда?» – обрадовался медвежонок. Поблагодарил куропатку за совет и заторопился домой. Много раз медвежонок считал, лежа в постели до ста. Но заснуть так и не смог. Вышел утром из своего домика и горько заплакал. «Так я никогда не вырасту». Тут к медвежонку подъехал на лыжах зайчонок и стал расспрашивать, почему он плачет. А когда узнал, что медвежонок никак не может заснуть, зайчонок подумал-подумал и говорит. «Есть одно верное средство для тебя. Иди к себе домой и жди нас». Зайчик ловко развернулся и укатил. Подъехал заяц беличьему домику и позвонил в колокольчик. «Понимаешь, какое дело?» – сказал он, когда из домика вышла белочка. «Медвежонок заснуть не может. Надо ему помочь». «Это медвежонку, что ли, помочь?» Вышел из-за дерева толстый барсучонок и опять принялся хвастаться. «А вот я, смотрите». «Про тебя-то мы все знаем», – сказали зверята. Они пошептались о чем-то и разбежались в разные стороны. Над лесом уже взошла луна, когда зверята-музыканты подходили к домику медвежонка. Следом за зайчонком и белочкой шагали еще двое – мышонок и бобренок с большим контрабасом. Всего их было четверо, а когда музыкантов четверо, это называется квартет. И когда квартет разместился, белочка объявила – композитор Моцарт, колыбельная. Тут протяжно заиграла скрипочка, и мышонок тоненьким голосом запел. «Спи, моя радостью сни, в доме погасли огни, дверь ни одна не скрипит, мышка за печкою спит». И медвежонок, сладко позевывая, заснул. Обрадованные зверята, затушив свечу, стали тихонько выходить из домика. И медвежонок, сладко позевывая, заснул. Обрадованные зверята, затушив свечу, стали тихонько выходить из домика.